Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мария. Вы пишите. Все чаще и чаще мне начинает казаться, что меня все ненавидят, презирают и смеются надо мной. Ну, здесь, собственно, важно несколько моментов. Первое, что все, да, что для вас означает все, и что для вас означает, что вас все ненавидят и презирают, то есть как вы на это реагируете? Условно говоря, связано ли это с некоторым избыточным, по вашему мнению, вниманием к вам? Если связано, это один момент, если не связано, это немножко другое. Это касается как знакомых, так и незнакомых людей. То есть вы считаете, что у вас есть что-то такое, что вы угрожаете людям, другим, да, получается? Мне страшно заходить в общественный транспорт без наушников, мне нужно отказаться, что, например, на работе мне сказали не в том-то, не посмотрели с ненавистью и так далее. Ну, смотрите, здесь вы больше говорите, конечно, про то, что вам кажется, это не то же самое. Если вам кажется, это означает, что вы направлены, нацелены на некий контекст, скажем так. То есть вам именно кажется, что вас воспринимают с ненавистью, может быть, в какой-то степени это и правда, но здесь нужно разбирать немножко подробнее эту историю. Вот, потому что вполне вероятно, что это, вот, перенос ваших мыслей определенных на других людей. Ну, вполне вероятно, такая история, вполне вероятно может быть. Вот, поэтому я бы хотел, чтобы вы несколько не спешили с выводами, вот, и не торопились бежать в хеатр. Дальше. После таких моментов я начинаю себя накручивать в истерике. Накручивать чем? Что вы думаете в этот момент о себе? Что вы думаете о других людях? Вот, какого рода эти мысли? Что значит истерика? Пожалуйста, точно. Что это значит? Могу ударить или отрапать себя в приступе гнева. То есть, иными словами, вы ругаете себя за то, что люди вас ненавидят. Получается так, да? То есть, если меня ненавидят, значит я плоха. Если мне что-то не то сказали, значит я плоха. Но ведь, мне кажется, что первично, первично. Именно то, что вы плохая. Вы считаете какой-то не такой. Иногда вспышки гнева и злости наступают внезапно. Вспышки гнева и злости наступают внезапно на кого? То есть, словно, на вас саму или на других людей. А что касается внезапности, то я могу предположить, что дело здесь с подавлением. То есть, если я чувство в себе подавляю, то оно, это чувство, будет спонтанно проявляться. А тогда уже ненавидим весь этот мир и хочу уничтожить всё живое. Ну, мне кажется, что здесь больше про боль. Ненависть это всегда про боль, про переживание какого-то отвержения некоторого, скажем так. Это всегда про болезненных, болезненных. Это всегда защита. Это ярость, вот то, что вы описываете. Очень похоже на ярость. А ярость это, в свою очередь, ярость. Это такое экстремальное чувство потребности в ком-то объединении. Мне становится всё тяжелее контролировать свои эмоции. А зачем их контролировать? То есть, мне кажется, что в том числе из-за контроля эмоций возникает с вами то, что возникает. Понятно, что есть разрушительная форма, понятное, что есть неприемлемая форма выражения своих эмоций. Это безусловно. То есть, никто не говорит вам идти там на улицу начинать орать там на всех и так далее. Но контролировать эмоции, мне кажется, вы пытаетесь всегда. Даже наедине с собой. Даже наедине с собой вы запрещаете себе что-то чувствовать. Нет, мне так кажется. Опять же. Я раньше был омнительный и очень ранимый. Говоря о мнительности, вы имеете ввиду... И что? Здесь просто люди разные отношения вкладывают во омнительность. Вы были очень ранимые, пишите вы, как бы обращались с этой ранимостью. Страдала панических атак. Это некоторая такая неосознаваемая тревожность вам. То есть, вот тревожность по поводу угроз, с которыми вы не знаете, что делать. Сейчас я чувствую, что я на пределе. Мне после серии физически больно. Может, это связано с тем, что я в итоге увидел и бросил курить. Курил 11 лет. Случился спарм сосудов. Отказал на время правая нога. Что делать? Я не торопился бы. ПНД, по крайней мере, если вам физически больно, да. Можно обратиться, чтобы вам облегчили физическое состояние. Но психиатр не работает с психологическими причинами вашего и любого другого человека состояния. Поэтому лекарство и лечение не решит проблему, например, аутоагрессии, которая возникает. Или проблему, как сказал мой коллега, непринятия себя. Поэтому решать вам. ПНД не решит ваших проблем. Он может облегчить, облегчить состояние, но проблем ваших не решит. Вот. В целом, мне кажется, что в вашем тексте есть такой, знаете, серьезный достаточно запрос на близкие отношения. Потребность близости. Вот. Но страх этому. Неумение, может быть, выстраивать близкие отношения. Ввиду того, что, например, вам делали больно. То есть, в целом, чувствуется некоторая травматичность. Да. То есть, может быть, раньше у вас. В прошлом есть опыт, когда вы были привязаны сильно к человеку. Он вас, там, оттолкнул, ранил, обидел. Вот. И, блин, дободренность близости, она осталась. А вот реакция на нее негативная. Ну и понятно, что довольно сложно вам опираться на себя, ввиду того, что к себе ваше отношение далеко не самое лучшее. Вот. Поэтому мне кажется, да, есть что-то, что вы себе не принимаете, есть что-то, что вы считаете себе очень плохим. Вот это тоже важно корректировать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Всего вам самого доброго и удачи.